Девушки отдыхают Истина помогает нам ориентироваться в духовном мире И я благодарю Бога за то, что у нас есть такая прекрасная возможность Восстанавливать скинию Давида, восстанавливать утраченные стандарты Добиваться того, чтобы служение, поклонение и прославление Оно было у нас на самом высоком уровне Потому что восстановление первой заповеди это и есть Одно из самых приоритетных служений Которые Бог оценивает превыше всего Дух Святой, я благодарю Тебя за эту прекрасную возможность Я благодарю Тебя, драгоценный Господь За то, что Слово Твое живо и действенно Острее меча обоюдоострого Которое проникает до разделения души и духа Которое судит помышления и намерения сердечные Я благодарю Тебя, Господь, за каждого, кто сегодня находится в этой аудитории Я благодарю Тебя за каждого, кто сегодня нас смотрит в онлайне И те, которые здесь, и те, которые далеко За пределами этой аудитории Бог, объедини нас вместе Дай нам одно сердце Дай нам один путь Дай нам это откровение Чтобы мы могли восстановить Скинию Давидову И все, что в ней разрушено, восстановить Боже, пусть игры закончатся Пусть закончатся эксперименты И дай нам войти, Господь, в эту сферу серьезного и высокого служения Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа Амин Итак, сегодня у нас будет три урока И общая тема поклонения и боговедения Мы постараемся в течение сегодняшнего семинара Рассмотреть несколько граней этой темы Поклонения и познания Господа Поклонения и наш жизненный и духовный опыт И как следствие поклонения и благодарное сердце В основе поклонения – благодарное сердце В основе нашей благодарности – оценка того, что Бог совершил в нашей жизни А то, что Бог совершает в нашей жизни И то, что мы можем это оценить Говорит о том, что мы познаем истину И наша вера не теоретическая Наша вера практическая Вера, подтвержденная делами Вера без дел мертва И мертвая вера не способна создать Живое прославление или поклонение На прошлом занятии мы отметили эту грань Что вера и поклонение – это две стороны одной медали Говоря о поклонении реальном, мы говорим о вере Говоря о вере, мы говорим о поклонении И там, где есть живая вера, там живое поклонение Там, где вера мертвая, там мертвое поклонение Потому что и вера, и поклонение имеют глубокие духовные корни И вера, и поклонение питаются духовной энергией нашего познания И я предлагаю открыть место Осия 6.6 Ибо я милости хочу, а не жертвы И боговедение более, нежели всесожжений Хотел бы подчеркнуть этих три слова Которые для нас являются решающими Когда человек говорит «я хочу» того или другого Для нас это тоже кое-что значит Потому что мы можем либо сделать это, если нам это нравится Либо этого не делать Но, друзья, совершенно другое дело Когда Бог говорит «я хочу» «Хочу» это двигатель нашей жизни Если женщина захочет, она все сможет Если мужчина захочет, то вместе с женщиной Он обязательно добьется этого Но теперь мы слышим, что Бог говорит «я хочу» И мне кажется, если уже Бог чего-то захотел То Бог этого обязательно добьется И я подчеркиваю здесь три слова «Я хочу» «Боговедение» Обратите внимание, это сам Бог говорит Он говорит каждому служителю «Я хочу» «Боговедение» То есть, Бог претендует на глубокое и откровенное знакомство Друзья мои Мы не можем поклоняться незнакомому Богу Да и Бог не желает Чтобы люди, которые Его не знают Пели в Его адрес Танцевали перед Ним И что-то говорили в Его адрес Поклонение неизвестному Богу Теряет всякий смысл Господь претендует на глубокое И исчерпывающее знакомство Каждому из нас Он желает рассказать так много Знания о Боге Откровения о Боге, о Творце Утверждают нашу веру А значит и наше поклонение Я хочу, чтобы ваше поклонение Стало результатом Боговедения или Богопознания Боговедение – это результат Богопознания Но что ведение – это уже некие представления О Боге и о Его Царстве И корневищем Боговедения Является Богопознание Проповедь без Боговедения Превращается в религиозную демагогию Потому что человек говорит то, чего он не знает Даже в мире люди ощущают фальшь Когда человек говорит то, чего он не знает Этот человек быстро уходит с арены И таким же образом поклонение Без Боговедения Превращается в примитивный И фальшивый балаган Нет ничего страшнее и безобразнее Чем служить Богу без Бога Поклоняться Богу без Бога Это некий вид материалистического христианства Проще говоря, безбожное христианство Вы только вдумайтесь в эти слова Служить Богу без Бога Исайя 1 глава Насколько это реально? Пророк Исайя 1 глава говорит К чему мне множество жертв ваших Я пресыщен всесожжениями Овнов и туком откормленного скота Когда вы приходите являться перед лицом мое Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Если ты спросишь Как выглядит служение Богу без Бога Образите внимание Огромное количество людей Храм Служение Праздники Торжество И Бог, смотря на это, говорит Не носите больше даров тщетных Этих два слова Дары тщетные Все, что мы делаем для Бога Без участия Бога Это тщетные дары Это тщетное служение Курение отвратительно для меня Новомесячий и суббот Праздничных собраний Не могу терпеть Новомесячия ваши И праздники ваши Ненавидит душа моя Они Бремя для меня Мне тяжело Нести их Обратите внимание Когда вы простираете руки ваши Я закрываю от вас Очи мои А когда вы умножаете моления Я не слышу Самое страшное, что может произойти В нашем служении Это когда мы что-то говорим И возвышаем свой голос А Бог закрывает уши Когда мы являемся Перед лицом его А он закрывает глаза Есть служение Которое Бог принимает Восхищается И наслаждается Есть служение Которое Бог ненавидит И отвергает Самое страшное, друзья Оказаться вот в этом Опасном Состоянии О котором пишет Пророк Исаия Я не хочу Ваших жертв Я не хочу Ваших даров Я не хочу Ваших праздников Я не хочу Ваших песен Бог, а что ты хочешь? А он хочет кричать Сегодня в наш дух Я Хочу Бога Ведения Я хочу Чтобы вы встретились Со мной Ритуалы Хорошо Обряды Хорошо Но Боговедение Это есть начало Всех Начал Амоса 5.23 5.23 Начнем с 21 Ненавижу Отвергаю Праздники Ваши И не обоняю Жертв Во время Торжественных Собраний 23 Удали От меня Шум Песней Твоих Ибо Звуков Гусли Твоих Я не буду Слушать Посмотрите Какие Сильные Слова Использует Сам Бог Посмотрите Как принципиально Бог Подходит К служению В которое Каждый из нас Может быть Вовлечен Какие Друзья Нерелигиозные Выражения Отвергаю Ненавижу Закрываю Глаза Закрываю Уши Какие-то Служения Бог любит Какое-то Служение Бог ненавидит Какое-то Служение Бог Принимает Какое-то Служение Бог Отвергает Служение Богу Без Бога Бог ненавидит Бог отвергает И разрушает Служение В котором Бог Непосредственно Принимает Участие Вознаграждает Защищает И благословляет Удали от меня Шум Песней Твоих Ибо Звуков Гуслей Твоих Я Не буду Слушать Постарайтесь Прислушиваться К его Эмоциям То Что мы Делаем Может Бога Вдохновлять Умилять И Трепетать То Что мы Можем Делать Может Бога Раздражать И Мы Должны Сегодня Проверить Что Такое Боговедение Амоса 6 4 Вы Которые Которые Лежите На Ложах Из Слоновых Костей И Нежитесь На Постелях Ваших Идите Лучших Овнов Из Стат И Тельцов Стучного Пастбища Поете Под Гусли Под Звуки Гусли Думая Что Владеете Музыкальным Орудием Как Давид Пьете Из Чаш Вино Зато Ныне Пойдут Они В плен Во главе Пленных И Кончится Ликование Господь Смотрит Не на Лицо Господь Смотрит На Сердце Можно Даже Петь Правильные Песни Песни Давида Можно Даже Владеть Инструментом Профессионально Так Как Давид Можно Выполнять Все Церемонии Которые По Регламенту Должны Происходить Но Есть Такие Моменты Что Бог Может Быть Чем-то Недоволен И В то Время Когда Нам Кажется Все Хорошо И Отлично Можно Услышать Как Сквозь Черные Тучи Звучит Этот Голос Я Не Хочу Видеть Я Не Хочу Слышать Я Не Хочу Воспринимать Я Хочу Боговедение Я Хотел Остановиться На этом Слове Что Такое Боговедение Что Такое Боговедение Откроем Филиппийцам 3 4 Откроем Филиппийцам 3 4 Хотя Я Могу Надеяться На Плоть Если Кто-то Другой Думает Надеяться На Плоть То Более Я Речь Идет О Служителе Божьем Которого Звали Савл Впоследствии Он Стал Павлом Который Понял И Услышал Этот Крик Бог Что Ты Хочешь Что Повелишь Мне Делать Господи И Господь Сказал Я Твой Бог Я Иисус Которого Ты Гонишь Ты Думал Что Ты Служишь Мне На самом деле Ты Сражался Со Мною Боговедение Начинается С личной Серьезной И глубокой Встречи С Бог И Вот Его Исповедание Которое Я не могу Читать Равнодушно Я думаю Каждый Честный Человек Он Сегодня Сверяет Карты Он Проверяет Своё Сердце Он Проверяет Своё Служение Что Такое Боговедение Исповедь Человека Который Познал Его А Обрезанный Восьмой День Из рода Израилева Колена Вениаминова Еврей От Евреев По учению Фарисеей По ревности Гонитель Церкви Божией По правде Закона Непорочной Он Перечислил Все свои Регалии Он Перечислил Все свои Достоинства Он Перечислил Все свои Успехи И Когда он Встретился С Господом Произошла Глубочайшая Переоценка Всех Ценностей И Он Говорит То Что для Меня Было Преимуществом То ради Христа Я Почел Четою Да и Все Почитаю Четою Ради Превосходства Познания Христа Иисуса Господа Моего Поклонение Это Это Продукт Познания Господа Спасителя Моего Боговедения Начинается С Богопознания Познание Начинается С Знакомства И встречи Не мы Нашли Господа Бог Нашел Нас И У Бога Есть Огромное Желание Раскрыть Свою Душу И Раскрыть Сво Сердце Чтобы Мы Могли Познать Хочу Сделать Акцент На Слове Познание Апостол Павел В данном Месте Говорит Я Все Почитал Четою Все Что Стояло Между Нами Господь Я Все Это Вымел Как Мусор Для Чего Ради Превосходства Познания Христа Иисуса Господа Моего Для Него Я От Всего Отказался И Все Почитаю Засор Чтобы Приобресть Христа Богопознание Начинается С того Что Однажды Наш Господь Должен Стать Для нас Самой Драгоценной Жемчужиной Самой Великой Ценностью Среди Всех Ценностей Не на Словах Не на Словах А На деле Потому что Бог Смотрит В глубину И Найтись В нем Не со Своей Праведностью Которая От Закона Но с Той Которая Через Веру Во Христа С Праведностью От Бога По Вере Чтобы Познать Его И Силу Воскресения Его И Участие В Страданиях Его Сообразуясь Смертью Его Чтобы Достигнуть Воскресения Мертвых Бог Бог Поможет Поможет Нам Пересечь Эту Границу Душевного Служения И Мы Поймем Что Духовное Служение Оно В тысячу Раз Преимущественнее Это Честный Человек Который Говорит Бог Я не хочу Совершать Такое Служение Которое Бы Ты Ненавидел Я не Хочу Петь Песен От Которых Бы Ты Закрывал Уши Я не Хочу Приходить Перед Лицо Твое А Ты Бы Закрывал Свои Очи Я Хочу Достигнуть Максимальной Гармонии С Тем Кому Я Служу Познание Это Одно Из Главных Слов В данном Отрывке Что Такое Познание Это Совокупление Познал Адам Еву И Родился У них Сын Писание Говорит О том Что Совокупляющаяся С блудницей Есть Одно С ней А Совокупляющаяся С Господом Есть Одно С ним Что Такое Боговедение Это Встреча Второе Это Любовь А Любовь Это Способность Сокращать Дистанции И Любовь Рано Или Поздно Приведет Тебя К Познанию А Познание Приведет Тебя К Наслаждению А Познание Освободит Тебя И Поменяет Твой Статус И В результате Познания Рождаются Рождаются То Чего Никогда Не Было Совокупляющиеся С Господом Одно С Ним Друзья Мои Совокупление Физическое Приносит Физическое Наслаждение И Именно Это Является Скрепляющим Фактором В Отношениях Супругов Совокупление С Господом Приносит Пик Наслаждения И Счастья Духовного И Именно Этот Кайф Именно Это Наслаждение Которое Ты Получаешь В результате Познания Его Утверждает И Скрепляет Наши Взаимоотношения С Ним Мы Прекрасно Понимаем Что Нас Удерживает В церкви Нас Удерживает В завете С Богом Не Страх Оказаться Где-то В адских Глубинах Нас Богом Удерживает Не Только Воспитание Родителей Или Угроза Каких-то Лидеров Если Муж Разлюбил Жену Он уйдет Невзирая Ни на что Нет любви Нет отношений Нет познания Нет счастья И все валится Если бы Бог Не дал нам Вкусить Как благ Господь Мы бы давно ушли От него Итак Что такое Боговедение Любовь Познание Совокупление Наслаждение Взаимоотношения Боговедение Это основа Поклонения Если Бог Желает Боговедения Он желает Открыться Каждому Человеку Это корневище Нашего служения Поклонение Это продукт Познания Господа Я бы хотел Сейчас коснуться Некого Творческого Пространства Я знаю Что в результате Физического Совокупления Рождаются Физические Дети Растет Семья Растет Растет Человечество Я думаю Что в результате Совокупления Духовного Рождается Нечто Рождаются Откровения А если говорить Сегодня о нашем Служении Рождаются Песни Рождаются Проекты Друзья У меня есть проекты Которые рождаются В результате Того Что ты Комбинируешь Разные жанры Комбинируешь Разные стили И получается Некая Новая комбинация Адаптированная На твой вкус Адаптированная На твой уровень Но Есть Высшее Искусство Есть Нечто Высшее То что называется Продукт Познания И все что рождается От Бога Оно побеждает Мир Мы говорим О хитах Поклонения И мы бы хотели Знать природу Происхождения Потому что То что родилось В Боге И тот Репертуар Который пришел К нам Из духовного мира Оно сделает Наше служение Поклонения Мощным Влиятельным Могущественным Послушайте Анализ Нашего Служения Откуда Рождаются Помазанные Хиты Христианского Поклонения Псалом 103 34 Псалом 103 34 Буду петь Господу Во всю жизнь Мою Буду петь Богу Моему Доколи Есть Да будет Благоприятна Ему Песня Моя Буду Веселиться В Господе Да Исчезнут Грешники С земли И беззаконных Да Не будет Более Благослови Душа Моя Господа Подчеркиваю Мысль Да Будет Благоприятна Ему Песнь Моя Давид Внимательно Анализировал Свои Песни Свой Репертуар И Когда Рождалась Какая-то Песня Он Как Может быть Самый Строгий Критик Подходил К Оценке Этого Произведения И он Я не знаю Каким Чувствам Не знаю Каким Образом Но он Представлял Понравится Богу Эта песня Или нет Вы знаете Мы Часто Рожденные Песни Пытаемся Анализировать На человеческом Уровне И говорить Церкви Понравится Эта песня Или нет Моим друзьям Песня Понравится Или нет Моим Музыкальным Критикам Песня Понравится Или нет У Давида Была Совершенно Другая Оценка Он Говорит Я Пишу Песни И я Молюсь О том Чтобы Эта песня Понравилась Богу Да Будет Песня Моя Благоприятна Ему Я буду Радоваться Если Богу Понравится Эта песня Она Понравится Всему Миру Если Она Богу Не Понравится Мне Все Равно Кому Она Будет Нравиться Какие же Песни Являются Благоприятные Господу Псалом 39 Твердо Уповал Я на Господа И он Преклонился Ко мне И услышал Вопль Мой Извлек Меня Из страшного Рва Из тенистого Болота И поставил На камни Ноги Мои И утвердил Стопы Мои И вложил В уста Мои Новую Песень Хвалу Богу Нашему Вот вы только Подумайте Что такое Боговедение Первое Это знание Что он Твой Бог Второе У тебя Богатый Жизненный Опыт Ты не Просто Сидишь В мягких Креслах Ты можешь Опуститься В глубокое Тенистое Болото Ты можешь Быть покрыт Грязью Ты можешь Быть предан Окружающими Друзьями Тебе может быть Одиноко И горько Но твое Упование Остается Твердым И уповая На Господа Ты можешь Видеть В своей Жизни Потрясающие Чудеса Когда Бог Протягивает Руку Свою В это Тенистое Болото Вытаскивает Тебя И Что дальше Происходит Рождение Рождение Новых Шедевров Смотрите Кто эти Шедевры Не мы Сочиняем Не мы Придумываем Бог Написано Вложил В уста Мои Новую Песню Что за Песня Песня Хвалы Богу То есть Бог Говорит Я хочу Чтоб Ты Меня Правильно Славил Потому что Иногда Ты Что-то Сочинил Мне Это Не Очень Нравится Я хочу Чтоб Мою Песню Ты Спел Он Вкладывает В Наши Уста Другими Словами Это Очень Важный Тезис Богу Нравится Своё Богу Нравится Своё Вот Всё Что Рождело От Бога Вот Богу Это И Нравится Вдруг У тебя В сознании Появляется Какая-то Фраза Вдруг У тебя В сердце Начинает Звучать Какой-то Риф Вдруг В сердце У тебя Рождаются Мелодии И ты Чувствуешь Ты Спать Не Можешь Когда Бог Вкладывает В наше Сердце Когда Бог Вкладывает В наше Сознание Когда Бог Вкладывает В наш Дух Рождаются Хиты И Шедевры Амин И тогда Поклонение Это Как Это Вы знаете Как результат Нашего Духовного Опыта Песни Нельзя Сочинять Ради Рифмы Песня Друзья Или Песни Хвалы Гимны Поэмы Это Ничто Иное Как Увековеченная Благодарность Нашему Богу За все Чудеса Которые Он Когда-либо Совершал В нашей Жизни Я сегодня Перечитывал Многие Псалмы Я сегодня Перечитывал Многие Места Я увидел Что После Глубоких Потрясений После Великих Сражений После Великих Божьих Чудес Сердце Человека Творческого Человека Благодарного Человека Становится Креативной Частью Божьего Царства И Песни Рождаются Настоящие Амин Я обращаюсь Ко всем Композиторам Я обращаюсь Ко всем Поэтам Я обращаюсь Ко всем Кто имеет Дело К творчеству Будьте Честны Пусть Каждая Наша Песня Пусть Каждый Наш Стих Пусть Каждый Наш Проект Будет Выстраданным В наших Глубоких Переживаний С Богом Познание Совокупление Когда Мы Переживаем Божью силу Божью милость Когда тебя Вытащили Из такого Глубокого Болота Как отблагодарить Бога Если я просто Скажу Спасибо Это прозвучит Два раза Или три раза Но если я Свою Благодарность Облеку В поэтическую Форму И музыкальную Мою Благодарность Господу Будут петь Тысячи 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 Тысяч Людей Из года В год Из года В год И целую эпоху Посмотрите Псалмы Которые мы читаем Псалом Давида Когда Саул Его хотел Убить Когда Он был В этой Пещере Куда Зашел Саул В туалет Знаете Где рождались Песни Не за Компьютером А когда Перед тобой Маячила Чья-то Задница Причем Не чья-то А твоего Лютого Врага И это Было Ну просто Оскорбление И после Этого После этого Когда Давид Саул Ушел Все Давид говорит Бог Ну как бы Тебя Отблагодарить Ну как бы Тебя Отблагодарить И он Берет Свою Арфу И говорит Готово Сердце Мое Воспрянь Псалтыри Гусли Мое Сердце Готово Я буду Петь И славить Амин Знаете Кто такие Настоящие Поклонники Настоящие Поклонники Это люди Глубокого Опыта Это Люди Чья Жизнь Полна Приключений Риска Большого Серьезного Служения Может быть Когда ты На войне Когда тебя Преследуют Когда ты Ходишь Не то что Там по лезвию Ножа Когда ты Ходишь По тонкому Льду А когда Лед Ломается Ты Идешь По воде Ты Через Экстремальные Ситуации Проходишь Экстремальные Ситуации Рождают Экстремальные Хиты Которые Живут Столетиями Друзья Мой Духовный Опыт Жизненный Опыт Я ставлю Акцент На этой Фразе Если у тебя Нет Жизненного Опыта Если у тебя Нет Любви К Богу Если у тебя Нет Опыта Познания Ты просто Будешь Придумывать Сахарные Приторные Отвратительные Песни Которые Никогда Не поднимутся К престолу Божьему Я призываю Каждого Я призываю Каждого Левита И каждого Служителя Приблизиться К Господу Сказать Бог Я хочу Иметь Глубокий Опыт Я хочу Встречаться С тобой Я хочу Любить Тебя И познавать Тебя Я хочу Видеть Как Ты Своей Рукою Простираешь С неба И спасаешь Помазанника Своего Вложи Новую Песню Уста Мои Итак Как Рождаются Настоящие Хиты Это Результат Глубоких Переживаний Это Благодарные Песни За Сотворенные Богом В твоей Жизни Боговедение Это Познание Божьих Законов Это Личные Взаимоотношения С Ним Это Глубокий Жизненный И Духовный Опыт Это Благодарное Сердце И Увековеченная Хвала В хитах И Псалмах Если Бог Автор Музыки Если Бог Автор Поэзии Если Бог Автор Песен Пусть Обострится Наша Чувствительность Пусть Наш Духовный Слух Будет Слышать Что Звучит В Духовном Мире И Вы знаете В этот Момент Максимальной Близости С Богом Если Бог Говорит Я хочу Боговедения Это Значит Я Прихожу К Богу И Говорю Бог Что Ты Хочешь И Бог Говорит Я Тебе Так Много Хочу Открыть Я Могу Тебе Так Много Подарить Я Хочу Тебе Предоставить Так Масштабы Я Хочу Чтобы Ты Это Услышал Я Хочу Чтобы Это Записал На Бумагу Я Хочу Чтобы Ты Это Разучил Я Хочу Чтобы Мой Народ Слышал Эти Новые Песни Рожденные В этих Экстремальных Обстоятельствах Итак Псалом 41.9 41.9 Днем Явит Господь Милость Свою А ночью Песня Ему У меня Молитва К Богу Жизни Моей Днем Бог Явит Милость Совершит Чудо А ночью У меня Песня Рождается Как Ответная Реакция Благодарного Сердца Давайте Научимся Концентрироваться Давайте Научимся Концентрировать Своё Внимание Свои Впечатления Научимся Входить Во святилище И Говорить Бог Ты явил Мне Милость Ты Не дал Меня На съедение Этим Зверям Ты Дал Мне Защиту Ты Исцелил Моего Сына Ты Вернул Мне Все Что Дьявол Украл Я Тебе Так Благодарен Я Тебе Так Благодарен Чем Тебя Благодарить И Давид Говорит Ночами У меня Рождались Псалмы Я Недавно Пережил Эти Самые Моменты Может быть Не так Часто Но Иногда Это Происходит Когда Тебя Бог Ночью Будет И Когда Ты Встаешь Твоё Сердце Переполнено Благодарностью Бог Ты Открываешь Слово И Когда Мои Глаза Упали На Эти Строчки Храни Меня Как Зеницу Ока В Тени Твоих Крыл Укрой Меня Храни Меня От Беды Жестокой Не Покидай На Рассвете Дня Я Подошёл К Своей Арфе Я Подошёл К Инструмент Я Сидел И Облако Пришло Я Сидел И Молился Я Заливался Слезами Мне Было Так Приятно Что Этот Святой Момент Когда Бог Вкладывает Новую Песню В Уста Это Что-то Особенное Рождение Новых Вещей Я Стремлюсь Познать Его Чтобы Видеть Славу Его И Понимать Что мы В одной Команде Я знаю Что всё Что Рождается Вот в этих Трепетных Взаимоотношениях С Богом Оно будет Жить Оно будет Побеждать Оно будет Реформировать Общественное Мнение Друзья Все На своем Месте Образование На своем Месте Квалификация На своем Месте Уровень На своем Месте Боговедение На своем Месте На самом Главное Амин И мы Молимся О том Чтобы на нашей Сцене Звучало Еще больше Этих Красивых Вдохновленных Благодарных Поэм И хитов Рожденных В личных Взаимоотношениях С Богом Чтобы прозвучали Первых Три аккорда И ты чувствуешь Вааа Есть Бог Сам Бодрствует Над этими Вещами Потому что Он сам Является Автором Этого Произведения Днем Бог Явит Милость А ночью У него Для него Песня Давайте посмотрим Я хочу сейчас Вашему вниманию Представить Пять Библейских Песен Хитов Которые были Рождены Разными Людьми Мужчинами И женщинами И в Ветхом Завете И в Новом Давайте откроем Судей Пятая глава Судей Пятая глава Это песнь Деворы Как Рождаются Песни Как Рождаются Хиты Поклонения В недрах Боговедения Настоящие Шедевры Настоящие Хиты Поклонения Рождаются В недрах Боговедения В недрах Нашего Духовного И жизненного Опыта Давайте Посмотрим Чуть Раньше И смирил Бог В тот День Иовина Царя Хананского Перед сынами Израилевыми Рука Сынов Израилев Усиливалась Более Более Над Иовином Царем Хананским Доколе Не Истребили Они Иовина Царя Хананского Произошло Большое Сражение Бог Явил Милость Свою Бог Рукою Израильтян Посрамил И Уничтожил Царя Хананского И Первый И В тот День Воспела Девора И Ворак Сын Авиаманов Сими Словами Израиль Отомщен Народ Показал Рвение Прославьте Господа Родилась Песня Родился Этот Хит Который Увековечил Победу Израиля Над Ханаане И И Вот Какая-то Песня Песня Деворы Слушайте Цари Внимайте Вельможи Я Господу Я Пою Бряцию Господу Богу Израилеву Эта Женщина Вышла И Вы Знаете Родился Этот Пророческий Псалом Который Стал Достоянием Всего Израиля Когда Выходил Ты Господи От Сеира Когда Шел С Поля Едонского Тогда Земля Тряслась И Небо Капало И Облака Проливали Воду Горы Таяли От Лица Господа Даже Этот Синай От Лица Господа Бога Израилева Водни И Там Начинается Описание Всех Божьих Чудес Знаете В песнях Ничего Не надо Придумывать В песнях Надо Излагать Все Что Бог Сделал Для Тебя Не Надо Сочинять Ничего Просто Изложи Все Что Бог Сделал Для Тебя И Вырази Свою Благодарность И у тебя Будет Вот Такой Хит Пусть 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 Это будет Когда Бог Исцелил Тебя Благодари Бога В песне За то Что Он Исцелил Тебя Если Бог Дал Тебе Победу Над Всеми Врагами Пусть Это будет Победная Песня Дальше Следующие Давайте Здесь Тогда Остановимся Обобщим То Что Звучало Поклонение И Боговедение Боговедение Это Любовь Познание Это Рождение Новых Вещей В твоей Жизни И Это Есть Познание Истины Пусть Все Что Рождается На нашем Творческом В нашем Творческом Пространстве Будет Продукт Нашего Жизненного Опыта Пусть Это будет Продукт Нашего Духовного Опыта И пусть Каждый Поклонник Будет Практиком Живой Христианской Веры Пусть Наша Жизнь Будет Полна Ярких Свидетельств О том Что Бог В твоей Жизни Совершает Большие И грандиозные Вещи Чем Глубже Наш Духовный И жизненный Опыт Тем Более Помазаны И влиятельны Наши Песни Давайте На этом Сделаем Паузу Обратная Связь Главная Мысль Этого Семинара Просить У Господа Чтобы Наша Вера Она Подтверждалась Делами И чтобы Наш Жизненный Опыт Был Богатым Богатым Божьими Знамениями И чудесами Друзья Не всегда Песни Рождаются После Больших Побед Не всегда Песни Рождаются После Больших Потрясений Битв И Триумфа Когда Мы говорим О восстановлении Скинии Давида Перед нами Предстает Этот уникальный Человек Давид И чтобы Разобраться Вообще В этом Искусстве Мы Просто Знакомимся С его Биографией И Естественно В этом Отношении Мы Сравниваем Себя Свой Опыт С тем Опытом Который Был у Него Практически Все Псалмы Они Были Посвящены Конкретным Жизненным Обстоятельствам Этого Человека Давид Не пел Музыку Давид Пел Жизнь Просто Свой Жизненный Опыт Свои Переживания Свои Взлеты И Свои Падения Он Старался Воплотить В Псалмы Псалом 50 Начальнику Хора Псалом Давида Что-то Случилось И была Причина Почему Был Написан Этот Глубочайший Это шедевр Который До сих пор Поется Что такое Боговедение Боговедение Это не только Тогда Когда человек Находится На вершине Горы Каждый Человек Несовершен Каждый Человек Способен На безумие Каждый Человек Способен На роковые Ошибки Есть Есть такой Закон Чем Больше Человек Тем Он способен На большие Ошибки Большие Люди Делают Большие Ошибки Псалом Когда Приходил К нему Пророк Нафан После того Как Давид Вошел К Версавии Очень Грустная Тема Но Давид Он уникален Тем Что он мог Не только Грешить Падать Но он мог Вставать И этот Псалом Этот шедевр Он Был написан Грядущим Поколением Как 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 способен Человек Знающий Бога Выруливать Или Вставать Воскресать Из самых Глубоких Тресин После того Когда Давид Вошел К Версавии К нему Пришел Нафан Вы можете Вообразить Себе Только Что это За ситуация Это было Время Это была Черная Полоса Это было Как будто Как будто Умопомрачение Благословенный Давид Когда Вся Армия Была На войне Он остался Дома Вы знаете Эту ситуацию Он увидел Женщину Он полюбил Ее Он вошел К ней И потом Произошло Это великое Преступление Он Руками Врагов Уничтожил Урию Хитянина Человек Который Был Одним Из самых Преданных Офицеров Когда Когда он Он пригласил Его В его Сознание Зрел Коварный Чудовищный План Уничтожить Мужа Для того Чтобы Овладеть Женой Не только Илья был Подобный Нам Человек Но И Давид Подобный Нам Человек Для меня Друзья Всегда Загадка Как В одном Человеке Может Сочитываться Так Много И Коварства И И Искренности И Святости И Такого Зла Он Давид Написал Послание Запечатал И отдал Его Урию Хитянина И Это был Смертный Приговор Мне Мне казалось Что в это время Бог Просто на Небесах Скорбел И Плакал И Он Кричал Я хочу Боговедень Я хочу Чтобы Ты снова Встретился Со мной И я Подскажу Тебе Из-за того Что у Давида Не было Прямой Связи С Богом По милости Бога Пришел Нафан Это другой Запасной Путь Но Бог Шел К тому Кого Он Сильно Любил И Когда Нафан Рассказал Ему О том Что Вот У богатого Человека Было Было Много Овец А У Бедного Была Одна Овечка И Когда Этот Богатый Забрал Эту Овечку И Что Сделать С этим Человеком Давид Понял Что Его Разоблачили И Нафан Пророк Сказал Это Ты Давид Что Происходит С нами Когда Приходит Разоблачение Что Происходит С нами Когда Мы Окажемся Обнаженными Застегнутыми Врасплох На месте Преступления Этот Человек Умел Кается Я Представляю Когда Закрылась Дверь И Нафан Ушел Давид Остался Один Он Понял Что Бог Смотрит На Него Строго Он Понял Что Он Совершил Великий Грех Боговедение Это Не Только Получать Откровение Боговедение Это И Способность Вставать Из Этих Глубинных Глубоких Тенистых Трясин И Может быть Сухими Губами Но Честно И И Искренне Каждая Его Молитва Она Была Настолько Уникальна Что Эта Молитва Превращалась В песню Скорбящая Песня Может быть Почти Реквен И Он Говорит Помилуй Меня Боже По Великой Милости Твоей И По Множеству Щедрот Твоих Изгладь Беззакония Мои Мне Мне Кажется Это Говорил Говорили Не его Уста Это Говорило Его Сердце Я Обращаю Внимание Друзья Когда Мы Находимся В такой Критической Ситуации Когда Дух Открыт Могут Рождаться Даже Вот В этих Критических Моментах Великие Помазанные Хиты Я бы На его месте Поступил Так Я бы Забыл Про все На свете Я бы Просто Каялся И говорил Бог Прости Но Он еще Записывал Это все Потому Что Он Чувствовал Что Это Другим Людям Может Помочь Отсюда Друзья Мы Делаем Вывод Что В какой То Мере Мой Опыт Может Помочь Тебе Твой Опыт Может Помочь Мне Так Пусть Наш Репертуар Наши Песни Они Будут Частью Нашего Жизненного Опыта Не Высосанного Из пальца Кровь Морковь А то Что Ты Выстрадал Перед Богом Наедине Вот Там Рождаются Шедевры Я Думаю Что Если Наше Творчество Это Будет Жизнь Наши Взлеты И Наши Падения Без Всяких Рисовок Если Мы Станем Честными Мы Увидим С вами Как Во время Вот таких Псалмов Я Представляю Как хор Пел Вы можете Представить Что это Начальнику Хора Это Не Был Рок-н-рол Это Не Была Веселая Песня Это Я не знаю Это Было Драматическое Произведение И Мне Кажется Когда Хор Пел Вот Этот Гимн Псалом 50 Мне Кажется Тысячи Других Мужчин Слыша Этот Месседж Слыша Эту Музыку Они Ощущали Что Дух Святой Работает Над Их Сердцами И Они Вставали На колени И Они Исцелялись Я Глубоко Верю Что Наступит Время Когда Истинные Поклонники Будут Поклоняться Отцу В духе И в истине И во время Этих Поклонений Начнет Происходить Все Что происходит Обычно На стандартных Служениях После проповеди В поклонении Есть Великая Сила Я верю Что Будут Звучать Такие Псалмы Во время Которых Сотни И тысячи Людей Будут Просто Каяться И Говорить Вместе С Давидом По Великому По великой Милости Твоей И по Множеству Щедро Твоих Помилуй Меня Многократно Омой Меня От беззакония Моего И от Греха Моего Очисти Меня Друзья Друзья Мои Поклонники Это люди Честные Это люди Искренние Это люди Которые Откровенно Могут Говорить О своих Победах И о своих Поражениях Я думаю Что Зрелость Заключается В том Что Наш Жизненный Опыт Будет Намного Важнее Конкуренции Или Каких-то Внутренних Тяжб На этом Святом Месте Будут Звучать Свидетельства Пусть Каждый Гимн Каждая Песня Она Будет Свидетельством Того Что Семь раз Может Праведник Упасть Но он Все-таки Может Встать Тебе Единому Согрешил Я И Лукавое Перед Очами Твоими Сделал Так Что Ты Праведен В приговоре Твоем И чист В суде Твоем Боговедение Это признать Бога Богом А Человека Признать Человеком Вот Я в Беззаконии Зачат И во Грехе Родила Меня Мать Моя Вот Ты Возлюбил Истину В Сердце И Внутрь Меня Явил Мне Мудрость Окропи Меня И Сопом И Буду Чист Омой Меня И Буду Белее Снега Я думаю Что Даже Сам Бог Дает нам Правильную Молитву Покаяния Бог Вкладывает В наши Уста Не только Песню Хвалы Но Мне Кажется Когда Мы Падаем И Грешим Бог Вкладывает В наши Уста Эту Правильную Молитву Покаяния В Которое Есть Помазание Которое Переворачивает Все Твои Внутренности И В то же Самое Время Сам Бог Отвечает На ту Молитву Которую Он Тебе Же И Дал Тезис Бог Любит Своё Давид Встал Давид Это Уникальный Человек Бог Сказал Что Это Муж По Сердцу Моему И Все Кто Сегодня Является Армией Левитов И Поклонников Они Должны Хотя Бы Частично Включать Или Иметь Внутри Себя Часть Вот Этой Сущности Характер Человек По Сердцу Который Может Падать Но Он Может И Вставать Богу Нравились Эти Люди Давайте Посмотрим Еще Одну Ситуацию Чем Чем Богу Нравится Этот Человек Это Первое Царство Девятнадцатая Глава Первое Царство Девятнадцатая Глава И Прочитаем С Восьмого Стиха Боговедение Это Наш Жизненный Опыт Который Состоит Из Взлетов И Падений Из Битв Сражений Проигрышей И Триумфов И Вот Давид В другой Роли Опять Началась Война И Вышел Давид И Воевал С Филистимлянами И Нанес Им Великое Поражение И Они Побежали От Него Я Хотел Несколько Уроков Извлечь Из Жизни Давида Для Того Чтобы Наш Опыт Мог В жизни Обогатиться Итак Первое Божий Слуга Всегда Сражается С внешними Врагами Защищая Своих Ближних Отступники Всегда Защищают Внешних Сражаясь Со Своими Ближними Опять Началась Война И Вышел Давид И Воевал С Филистимлянами Они Были Внешними Врагами И Нанес Им Великое Поражение И Они Побежали От Него Так Выглядит Битва Божьих Служителей Во Время Войны Они Не Прячут Голову В песок Не Отсиживаются Дома Делая Вид Как будто Ничего Не Происходит Обратите Внимание Вышел Давид А не Саул Саул Обычно Как Главнокомандующий Он Должен Был Впереди Быть Почему Я это Читаю Потому Что Слышу Вопросы Алексей А что делать Если Ну у тебя Такой Опыт А у меня Такой Вот у Давида Вот такой А вот У меня Другой Вы знаете Если ты Ответственный Человек Если ты Смелый Человек У тебя Будет Богатый Жизненный Опыт Если ты Ленивый И трусливый У тебя Будет Вообще Никакого Опыта Не будет Опыт Лентяя Опыт Трусливого Человека Вы знаете Чем Смелее Человек Чем Ответственнее Человек Делает человека Слабым И неуверенным Стоит ли Воевать Или Переждать В этот раз Итак Лишенный Дерзновения Саул Посылает Давида Вы знаете Бога Ведение Тебя делает Смелым На сцене Познание Господа Делает тебя Смелым В бизнесе Познание Господа Делает тебя Уверенным В твоем Университете На твоей работе Где угодно Если нет Вот этого Внутреннего Духовного Основания Делает нас Людей Людьми Ущербными Слабыми Застенчивыми И вообще Людьми Второго сорта Давид Слушайте Который Совершенно Недавно Устроился На работу В президентскую Канцелярию Сначала В отдел Культуры Гуслистом А затем Оруженосым В генштаб Бадигарда Был Совершенно Молодым Офицером Но именно На его Плечи Легла Вся ответственность За проведение Военных Операций Опять Началась война Кого Послать Опять Давида Он же В прошлый раз Выходил Ну и что Опять Давид Воевал С филистимлянами И опять Давид Нанес им Поражение И опять Филистимляне Убегали Я ставлю Акцент На слово Опять Опять Давид Нанес им Великое Поражение И опять Филистимляне С позором Побежали И снова Как и прежде Опять Давид Вернулся С войны С великой Победой И трофеями Какой урок Отсюда Мы можем Извлечь Божий Слуга Поклонник Никогда Не рассматривает Ответственность Как Абузу Пусть Это Снова Буду Я Вот Кредо Любого Ответственного Человека Когда Опять Начинается Стройка Когда Опять Начинается Евангелизация Когда Опять Нужно Молиться Когда Опять Нужно Сражаться И выбор Кого Слабые Слабые Люди Говорят Да я Вчера Был Я Позавчера Был Что я Крайний Лысый Что ли Опять Я А ответственные Люди Говорят Пусть Это Снова Буду Я Знаете Почему Слушайте Это Очень Важный Принцип Почему Опять Я Это Девиз Лидеров Глупый Вопрос Почему Я Потому Что За этим Стоит Непонимание Того Что Ответственность Приносит Опыт Опыт Приносит Результаты А результаты Приносят Популярность Известность И народное Признание И народную Любовь И тот Человек Который Отказывается Опять Делать То Что он Делал Вчера И третьего Дня Он Знаете Что Он Обрубает Себе Все Пути К Известности Популярности И Вершинам Успеха А народное Признание Это основа Реального Лидерства Которое Обеспечит тебе Авторитет И власть Ты говоришь Что делать Если у меня Не такой уж Богатый опыт Первое Когда Кого-то Хотят Куда-то Послать На работу На войну Ответственность Это не обуза Так и запишите Если ты хочешь Чтоб в твоей жизни Был Богатый опыт Не стесняйся И не чурайся Брать на себя Лишний раз Ответственность Запомни Ответственность Приносит Опыт Опыт Приносит Результаты Результаты Приносят Влияние Влияние Рождает Авторитет Твоя жизнь Наполняется Опытом И ты становишься Реальным Лидером Давид был Вообще Молодой Давид был Всего лишь Всего лишь Сколько ему было Но он уже Вел Военные Операции Следующее Если хочешь Чтобы Бог Тебя сделал Головой А не хвостом Бери ответственность Опять война Опять Давид Снова сражение Снова Давид Запомни Тот кто верен В малом Тот будет стоять Над многим Пусть это Снова буду я Таков был Девиз Давида А как Насчет Тебя Ответственность Сделает Тебя Головою А безответственность Сделает Тебя Хвостом А вы же Понимаете Чем отличается Голова От хвоста Тем что В голове Есть мозги Запомни Смотрите Ответственность Давида Привела К царскому Престолу А Небрежность Бунт И безответственность Саула Привели его К позорному Самоубийству Ответственность Это путь Вверх Безответственность Это путь Вниз Боговедение Это ответственность И послушание Запомните Когда тебя посылают И ты говоришь Опять я А почему Я помню Как я на стройке Я самый трезвый был В бригаде И когда в понедельник Там на распределении Говорили Так Фермы Восьмиметровые Надо грунтовать И потом красить Один говорит У меня похмель Я не могу Второй говорит У меня это Вестибуляр И все говорят Вон Алексей Пусть лезет И пусть как обезьяна Ему нравится высота Они были правы Мне нравится высота Если ты ответственный человек Ты будешь на высоте Канализацию чист Опять Алексей Вы знаете Вот это слово Опять Оно Было адаптировано К моей жизни Вот почему Я сегодня лидер Я не боюсь Опять Делать то Что я делал Уже долгие годы Потому что я знаю Что каждая Следующая Опять Это ступенька Наверх Это Дает мне Больше бонусов Опять война Запомнить Мы должны Шлифовать Своё искусство Если ты чаще Бываешь на сражении Опыт Твой Воинский опыт Он становится Ещё выше А если ты Изредка Занимаешься Музыкой Изредка Занимаешься Евангелизацией Изредка Занимаешься Словом Божьим Вообще Изредка Не работает Работает Система Работает Система И когда Тебя посылают И ты Можешь Отказаться От ответственности А можешь Послушаться И запомни Послушание Это никогда Не был признак Слабости Послушание Это признак Силы Бунт Это не признак Силы Это признак Слабости Послушание Тебя делает Сильным А значит Головой А непослушание Делает тебя Слабым А значит Хвостом Постоянство Это путь Развития И совершенства Все Чем ты Занимаешься Постоянно Станет Твоей профессией Если ты Постоянно Грешишь Ты будешь Профессиональный Грешник Если ты Постоянно Служишь Богу Ты будешь Профессиональный Божий служитель Если ты Постоянно Пребываешь В учении Ты будешь Профессиональным Учителем Если у тебя Есть Арфа Если у тебя Есть инструменты Призвания То твоя Постоянная Работа Над собою И над этим Инструментом Сделать я Профессиональным Поклонником Постоянство В одном Деле Это и есть Система Все Что систематизировано В нашей жизни Принесет Успех Все Что мы Делаем Изредка По настроению А значит Некачественно И неэффективно Принесет нам Горечь И разочарование Пусть Это Снова Буду я Девиз Победителей Таким Был Давид Теперь Восьмой Стих И Девятый И злой Дух От Бога Напал На Саула И он Сидел В доме Своем И копье Его Было В руке Его А Давид Играл Рукою Своею На Струнах Итак Восьмой Стих Показывает Нам Воинский Дух И битву Давида Он Победил Филистимлян И они Побежали С позором С поля Сражения А Девятый Стих Показывает Нам Воинский Дух И битву Саула Знаете Есть такие Кухонные Боксеры Боксеры Которые Когда на улице Встречаются С какими-то Бандитами Они Как зайцы Прячутся И убегают А когда на кухне Со своей женой Показывают Свой героизм Отступники Это и есть Кухонные Боксеры Злой Дух Напал На Саула Он сидел В доме Своем И копье Его было В руке Его Вы можете себе Представить Вооруженного Человека У себя дома Не кажется Ли странным Я дома С автоматом Копье И когда Человек Бесится И в руках Держит копье Он не случайно Держит копье Слышите Это вообще Странная Картина была Он сидел В доме И копье Его было В руке У него А Давид Играл Рукою Свою На струнах Закончилась Война Днем Ты явишь Милость А ночью Родится Новая Песня Я восхищаюсь Давидом Он занимался Разными Делами Он Сражался Он Пас Овец Но Всякий Раз Когда у него Выпадала Свободная Минута Он Бежал К своей Арфи Это было Его самое Любимое Занятие Это было Не просто Бла 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 Игра 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 Он просто Брал ее И провещевал И мне кажется В этот момент Рождался Новый Псалом Это были Можно сказать Родовые Муки Нового Шедевра Опять Вышел Давид И опять Нанес Поражение И опять Филистимляне Разбежались Бог Я хочу Увековечить Эту победу И вы знаете Два человека Это шизофрения Это странная Картина Это как триллер Один злой Как демон С копьем Второй Как ангел Перебирает Струны И ловит Выкинул Антенны И ловит Какое же Вдохновение Не знаю Догадывался ли он Что он Становился Уже живой Мишенью Или нет Я не знаю И вопрос Какое Оружие Сильнее Копье Или арфа Дальше Мы с вами Поймем Итак Они такие Разные были У Давида В руках Была Арфа А у Саула Было Копье Давид Импровизировал На арфе А у Саул Импровизировал Копьем Арфа Это инструмент Хвалы И поклонения Копье Это орудие Смерти На арфе Поклоняются Богу Копьем Убивают Людей В этом доме Было что-то Не так Копье И арфа Такое Странное Сочетание После тяжелейшего Сражения Давид Для него это был Релакс Война закончилась Поэтому я теперь Поклоняюсь Богу Для него было Привычно Менять обстановку Оставляя Воинские доспехи Кольчугу Меч Тяжелый шлем И брать в руки Любимый инструмент Ведь война Уже позади Опасность Грозила там На поле Сражение А здесь Можно и Расслабиться О если бы Все так Мыслили О если бы Все так Жили Саул был Темнее тучи Да боли В пальцах Он сжимал Копье Его Не волновали Битвы С внешними Врагами Филистимлянами Его там Уже давным Давно Никогда Никто не видел Он уже Разучился Воевать С внешними Врагами На открытых Аренах Он Осваивал Искусство Как уничтожать Внутри Дома Своих Домашних Отступники Это страшные Люди Это дух Ехидны Пожирать Собственных Людей Собственных Детей И исполняется Слово Божие Враги Ему Домашние Его Враги Человеку Домашние Его Отступники Это опасные Люди Они Вооружаются Вынашивают Планы Но не против Врагов Божьего Народа А против Тех Кто сражается С врагами Божьего Народа Как Ничтожные И жалкие Мужчины С разрушенным Достоинством Которые Десять раз Готовы Прогнуться Перед Негодяями На улице А дома Избивают Жену Кухонные Герои С копьями В руках Против Безоружных И Беспомощных Вот Портрет Отступников И хотел Саул Пригвоздить Давида Копьем К стене Вы можете себе Представить Какая там Дистанция Между ними Была Я не знаю Может быть Это было Со спины Давида И захотел Он Пригвоздить Со всей Своей Чудовищной Демонической Силой Проткнуть Давида И пригвоздить Его Его бесило Это поклонение Божье присутствие Которое Сего Просто С неба Опускалось Потому что Бог Вкладывал В уста Давида Новую Песню Для того Чтобы он Славил И хвалил Его Эта вся Атмосфера Просто Сводила С ума Саула Со всей Дури Он берет Копье И бросает Копье Против Арфы Атмосфера Это Это Арфа Это Инструмент Поклонения Дело в том Что Когда мы Поклоняемся Богу Сам Бог Стоит Рядом Сам Бог Наклоняет Небеса Потому что Он Хочет Слышать То Что Он Вложил В Уста Этого Человека И Он 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 Здесь И Рядом И И Исполняется Этот Принцип Прославляющих Меня Я Прославлю Писание Говорит Давид Отскочил От Саула Давид Отскочил От Саула Не От Копья А От Саула Что Это Значит Ничтожно Малое Расстояние Вот Что Это Значит Давид Отскочил Не От Копья А От Саула который находился от него на расстоянии буквально вытянутой руки. Вполне возможно, что когда Давид играл и был спиной к Саулу, тот незаметно подкрался и замахнулся, чтобы пронзить его. Но Бог никогда не спит и не дремлет, хранящий Израиля. Какое преимущество быть поклонником, потому что если враги будут наступать сзади, Бог встанет. Если какая-то коварная стрела будет лететь, то она пролетит мимо. Не убоишься ужаса в ночи и стрелы летящей днем. Реакция Давида была мгновенной. Его прыжку мог позавидовать Барс. Отскочил, как молния, ушел из-под носа у смерти. Копье Саула с бешеной скоростью вонзилось, но, увы, не в Давида, а в стену. Давид был мастер ближнего боя. Он не терял формы даже после сражения в собственном доме. Саул был вне себя. Опять промах, а Давид опять ушел. Опять позор и приступ бешенства. Давид мог поразить армию врагов, вооруженных до зубов. Вот это настоящий воин. А здесь не поразить невооруженного и беззащитного врага, который в двух шагах от тебя. Это позор. Это фиаско. Фортуна отвернулась от Саула. Полный провал. Твое копье судьбы, Саул, вонзилось в стену. Ты не способен ни на что. Сознание своего поражения и бессилие уничтожало его. Поверьте, что в ваших руках и с кем мы сражаемся. Это очень важная составляющая. Когда вы идете в Дом Божий, и звучит арфа, прославление, знайте, что это гарантия того, что в нашей жизни будет все в порядке. Я опять повторяю, что служение поклонения и служение прославления – это не только вопрос наших личных отношений с Богом, но и это вопрос нашей безопасности. Днем ты явил милость, а ночью у меня будет песня. В данном случае ночью была милость. Давид, что ему приходилось в жизни своей переживать? Вы можете на минуту хотя бы представить, человек, который принес победу, разогнал всех филистимлян, убегает от одержимого бесноватого отступника. Итак, перед нами два убежденных человека, и у каждого своя правда, у каждого в руках свой аргумент, аргумент своей правды. Оба настроены решительно. Давид не просто перебирал струны, он реально и по-настоящему поклонялся Богу, а это значит, он входил в реальное Божье присутствие, исполняясь Духом Святым. А Саул не просто сидел, развесив уши, наслаждаясь музыкой Давида, он реально и по-настоящему люто ненавидел этого человека. Ненавидел все, что он делал, ненавидел его победы, ненавидел его авторитет, ненавидел его друзей, ненавидел того Бога, который благословлял его. И здесь, в королевской гостиной, произошло последнее сражение. Я глубоко убежден, что человек, который исполнен Духом Святым, человек, который находится в Божьем присутствии, он недосягаем для всех этих оружий. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, если в твоих руках будет арфа. Я считаю, что у каждого из нас должна быть арфа. Это не обязательно какой-то рояль, это не обязательно гитара, это не обязательно просто какой-то инструмент. Даже если это будет этим инструментом, будет твое сердце, твои уста. Давайте, друзья, как поклонники, возьмем за правило, когда заканчивается рабочий день, когда заканчиваются тяжелые стрессовые ситуации, давайте находить возможность приходить в Божье присутствие, брать в руки свою арфу и поклоняться Ему. Потому что Он на самом деле достоин. Друзья мои, в основе нашего поклонения благодарное сердце. Если у тебя сердце наполнено благодарностью, тебя не остановит ничто. Просто начнешь благодарить Бога, а через три минуты Дух Святой наполнил тебя по полной программе. Благодарность открывает небо. А если Бог совершает в нашей жизни такие чудеса, так пусть же наша хвала никогда не прекращается. Держи крепче свою арфу, и пусть она никогда не умолкает. Спасибо. Как результат хвалы и благодарности за саделенные чудеса. Но перед этим давайте еще откроем Ефесянам 5, 18, 19. Это уже новозаветный тезис, который нам представил апостол Павел. Читаем Ефесянам 5, 18. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот как Павел смотрел на новозаветнее служение поклонения. Первое. Исполняйтесь Духом Святым, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Итак, вопрос первый. Назидает ли тебя тот псалм, который ты исполняешь? Нам не нужны песни, которые бы нас не назидали. Нам не нужны песни, которые бы не строили нашу веру. Нам не нужны песни, которые бы не имели к нашему отношению к Богу никакого отношения. Здесь такая серьезная вещь. Поскольку цель нашего поклонения пробиться к престолу благодати, то есть войти в реальное общение с Богом, нам не нужны какие-то посторонние фразы, нам не нужны посторонние мысли. Нам нужна та ступень или та лестница, которую построил сам Бог из этих песен. Первое, смотрите, псалмы, духовное песнопение и словословие. Репертуар может быть самым разнообразным. Но честный вопрос. Назидает ли меня тот репертуар, который исполняется здесь? Мы не должны петь по заявкам. И для меня это очень конкретное правило. Если я левит, если я выхожу на сцену, беру микрофон и исполняю какую-то песню, мой вопрос первый. Звучала ли эта песня, которую ты сейчас поешь утром? Утром. Звучала ли эта песня в течение дня? Когда ты был один на один с Богом, что звучало в твоем сердце? Если эта песня не звучала в течение дня, ее не надо петь вечером. Я проповедник. Ту проповедь, которую я вечером говорю, я в этой теме ворюсь день, два, три. Поэтому, когда я выхожу, я практически передаю все, что внутри созревало, созидалось, и вот готовый продукт. Понимаете, если мы поем песни, которые за последний день, за два, не звучали в сердце, их нельзя петь. Если они тебя не назидают, они не будут назидать никого. Пусть в наших устах будет та песня, которая является нашей молитвой. Пусть в устах наших будут те песни, которые преврастились в наш разговор с Богом. Пусть наши песни будут нашим свидетельством, что Бог совершил в моей жизни. Или, как минимум, благодарность, Бог, спасибо тебе. Посмотрите, этот простой и понятный принцип. Мы назидаем самих себя, благодаря всегда и за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодарность – это основа поклонения. Исполняясь Духом Святым, мы поклоняемся Богу благодаря за все, благодаря всегда и благодаря за все Господа нашего Иисуса Христа. Основа поклонения – благодарное сердце за каждое чудо, которое Бог когда-либо совершил в нашей жизни. Другими словами, пусть наш репертуар будет честным, реалистичным, назидательным. Назидательным. Я считаю, что репертуар любой церкви, которая практикует хвалу и поклонение, должен разбит, грамотно, должен быть, должен разбит быть на блоки. Есть авторские песни, свидетельства. Это, эти песни могут спокойно быть частью прославительного процесса. И мы должны уважать зал и предоставлять возможность сидя слушать авторские песни, повествовательные песни, в котором я рассказываю о своей жизни. Есть ярко выраженные танцевальные песни. Это другой блок, и он должен быть ярко выражен. В этот момент залу легко двигаться под конкретный ритм, под конкретный рисунок. Есть ярко выраженные песни поклонения, под которые ты закрываешь глаза, и всем понятен текст, всем понятно, простая мелодия, и люди поют. Задача левитов найти гармоническое взаимоотношение с залом. И по тексту, и по ритму, и по мелодии. Наша задача не просто показать, что мы выучили, какие фишки, и какие у нас штучки. Это классно, когда наш профессиональный опыт поднимается. Но наша задача каждого человека до самого последнего ряда привести в Божье присутствие. А в Божье присутствие мы войдем, когда нам все будет понятно, когда нам будет доступна и мелодия, и ритм, и назидание. Назидание. Поэтому мы должны создавать комфорт во время поклонения и во время прославления. Разбить репертуар, во время этих песен танцуем, во время этих песен поклоняемся, во время вот блока этих повествовательных песен посадите зал, можно спокойно послушать любое свидетельство. Потому что люди чувствуют дискомфорт, когда не поймешь, из какого блока песни, и ты просто не знаешь, что делать. и вот так вот мы переминаемся и все. Все должно быть логично, все должно быть тактично и взаимно, культурно, вежливо. Амин. Назидание. Я очень бы хотел, чтобы вот этот принцип, который Павел нам оставил, чтобы он на самом деле помогал нам. Помогал нам. подборка репертуара. Каждый исполнитель и каждый солист должен знать свой репертуар. Нельзя петь чужих песен. То, что я могу петь, ты не можешь петь. А то, что ты поешь, я вообще никогда не спою. Даже правильная песня в устах неправильного исполнителя, она просто гасит помазание, и люди устают от этого. Найдите для каждого исполнителя его репертуар родной. Вот эта песня, вот ее. Вот лучше этого человека никто эту песню не исполнит. Не обязательно, чтобы все подряд пели одну и ту же песню. Пусть у каждого из нас будет своя арфа, пусть у каждого из нас будет своя песня. И когда она в устах этого человека, все, это шедевр. не надо, друзья, еще соблазняться или попадать в искушение, надо брать какие-то очень сложные, надо брать какие-то great song, такие. Вы знаете, что простые песни, они ближе к народу. И, как бы сказать, ну, не считайте зазорным брать классические хиты, которые во всем мире поют. Это нам поможет всех вместе объединить в поклонении. Мы должны чередовать, мы должны знать, что в зале у нас люди разных возрастов, люди разного возраста, и старики, и молодые. И если все прославление идет чисто, в таком вот, в ударе, вот такой угар, вот такой кураж, ну, знаете, слава Богу, что ни у кого инфаркта там не случается. Бог держит все в присутствии Божьем. Но мы должны понимать, что во всей природе, в естестве человека есть вздох и есть выдох, есть напряжение и есть расслабление, есть приливы и есть отливы, и существует баланс. Поэтому необходимо быть как режиссеру маленького театра под названием прославление или поклонение. Я считаю, что это как блюдо, которое хозяйка готовит. Что сегодня будет рыба, мясо, какие закуски, что сегодня будет. Не надо вот все вместе. И мы должны знать, или у нас сегодня во время этого прославления будет милитари, мы будем сражаться, дьявол умрет, засох, или мы будем петь еврейские песни, ну, какое блюдо, кошерное, или у нас будет рок-н-ролл веселый. Что? Мы должны, знаете, как шеф-повар, лидер прославления, как шеф-повар, он должен готовить меню на каждое служение. Не просто, когда за пять минут доставим, ну, что, ты вот это споешь, я это споюсь. Так нельзя, если бы я так готовился к проповеди, вы бы вообще уже разбежались бы. Хотя некоторые люди привыкают к этому. Нарубил того, нарубил этого, от корки до корки, что-то проповедовал, все, что я вам не дорассказал, Дух Святой пусть дорасскажет. А тебя мы что здесь держим, слушаем? Давайте ответственно подходить к любому служению. И я считаю, за неделю должен уже быть готов репертуар. И репетиции только шлифуют уже готовые блоки. А если еще в этих блоках песни будут логически связаны одна с другой, кульминационно поднимаясь, мы должны даже планировать кульминацию. На какой песне мы планируем вот этот самый пик, выход, после которого начнется расслабление? Я даже за то, чтобы мы составляли кардиограмму каждого прославления. на какой песне помазание подскочило? На какой умерло? В каком месте оно достигло своего апогея? Давайте все-таки не только оценивать наше служение по репертуару, по количеству песен, но и по энергетике. Потому что в конце концов поклонение должно принести помазание. и мы должны учиться, что неправильно подобранные песни, оно блокирует помазание. Правильно логичные подобранные песни, они открывают небо. Мы должны анализировать. Вы знаете, это плохой опыт, когда ты поешь, даже себя не смотришь после этого. Ой, выключи, ой, выключи. Тысячи людей смотрели и не выключали. А когда тебе говорят посмотри, ты говоришь выключите, выключите. Краснее рожа, смотри. Мы это терпели и вам велели. Поэтому будьте самокритичны и рассматривайте самих себя. Не стесняйтесь признавать ошибки, потому что мы все только в начале. Мы можем сейчас говорить о высоких материях, а вот этих всех глубинах и высотах престола Божьего и прописные банальные истины просто не иметь ввиду. А вся жизнь складывается из этих деталей. Вся жизнь. Внешний вид, поведение, особенно когда, Господи, когда стоит шесть человек и все в разные стороны. Во время поколения один руку вот так вытащил, второй вот так вот смотрит, третий какое-то должно быть общее настроение. Знаете, легкое шоу должно быть. Легкое духовное шоу. Твой закрой глаза, для приличия. Открой вовремя только. Когда все закончится. По крайней мере, я считаю, что у нас должны быть очень качественные репетиции. Потому что каждое прославление это праздник должен быть. Это маленькое представление. Это маленький интертаймент, внутри которого кроется вот такая огромная энергия Божьего помазания. Амин. Пусть все будет натурально и естественно. И самое главное, чтобы мы назидались этими песнями. Смотрите, я считаю, что зрелое поклонение, оно должно на 50% состоять из конкретных песен и 50% это литургия, это медитация, это молитва на иных языках. Откуда я это узнал? Смотрите, полный привод поклонения и прославления. Смотрите, буду петь умом, 50%, буду петь духом, буду молиться умом, буду молиться духом. Посмотрите, вначале душевное, потом духовное. Я считаю, если, скажем, в среднем прославление идет 40 минут, то 20 минут звучат песни, 20 минут пусть звучат вот эта молитва на иных языках. Давайте раскусим вот эту прелесть. Я в последнее время, просто вы знаете, я ныряю, я голодный, когда не звучит достаточно вот этой глубокой молитвенной на иных языках, а в этом вся энергетика. Павел говорит, буду молиться, то есть это управляемый процесс. Я начинаю молиться, Господь, спасибо тебе, что ты со мною, что ты меня благословил, славлю тебя, и будьте спокойны, без всяких комплексов, не стесняйтесь, пусть журналисты вас не зашугают, вы их зашугаете молитвами на языках. Амин. Спели песню, понятную все, переключайтесь на это пение на языках, в этом есть такая красота. Я вот мечтаю, чтобы когда-нибудь мы собрались на сто тысячном стадионе, и посмотрите, сто тысяч людей, поклонников, они открывают свое сердце, они поднимают руки, и час поют на языках. Все бесы из этого города убегут. В этом есть сила. Амин. Так что полный привод. Буду петь, буду молиться умом, буду молиться духом, буду петь, духом. Амин. Я вспоминаю, как я однажды, когда мне еще разрешали в Россию ехать, приехал в Россию, а там молодая начинающая церковь, ну такой гость почетный приехал, и они такую концертную программу сделали. Старались как лучшую, старались как-то сделать все the best. Правда, у них был такой недорогой инструмент, вот такой какая-то самограйка, и у них был репертуар 15 песен. Причем эти песни, они такие похожие были, как будто одна песня была. Причем за клавишами стояла такая группа прославления, ну как сказать, ну школьницы где-то 8-10 класса, все такие вот. я стоял, я уже пожалел, что я стоял, потому что я что хотел говорить, я уже не захотел ничего говорить, потому что как каждая следующая песня, она меня просто уничтожала, потому что все что-то по-пионерски было, как-то все было так, как-то все как-то вот по-девчоночи так, ну я исходительный человек, я терпимый, но я ждал полчаса, когда это все закончится. Я к пастору обращаюсь и говорю, мне выходить, не-не-не, у нас еще семь песен. Вы знаете, а я человек впечатлительный, творческий, я говорю, а можно еще одну, и больше не надо, давай, говорю, после проповеди пусть они еще двадцать поют. Пастор, ну это для вас. Я говорю, спасибо. Ну я понимаю, что это начинающие, это все, но в принципе это в какой-то мере отражает иногда и нашу такую наивность в этом плане. А когда я вышел на сцену, пастор вышел, говорит, пастор Алексей, мы слышали, что где-то у вас практикуются духовные роды. Я говорю, да, а вы бы нам могли показать их? если ты не беременный, ну что ты рожать будешь? А вот если захотеть, вот представьте, я переступил бы черту, смотрите, и я, и я, и ты, и я. Вы знаете, к этому можно привыкнуть. Господь, благодарю тебя за присутствие, которого я не чувствую. Господь, спаси тебя за любовь, когда ты все ненавидишь. Понимаете, мы не должны играть, мы должны быть честными. Слушайте, правило номер один, быть честным, быть искренним и по крайней мере перед собой ставить задачу выходить перед людьми, на встречу с людьми, после того, когда ты встретился с Богом. Вот это будет честно. Помните, когда священники вышли из святилища, и они из этого святилища принесли столько атмосферы, что все упали в этом храме и не могли стоять, назидая самих себя. Пусть служение будет достославным, логичным, пусть оно будет самокритичным. Давайте себе давать отчет, достигли мы поставленных целей или мы не достигли, принесли мы атмосферу или нет. В гармонии ли мы с пастором, который после нас вышел, или это были совершенно два кина, или это было две разных оперы. Я считаю, когда в духе лидер прославления и пастор церкви, они даже не договариваясь, они попадают в десяточку. Потому что сам Бог накрывает трапезу и тематика, и помазание, и, я не знаю, так хочется, чтобы лидер прославления с пастором, они были в одной упряжке. Они вместе молились, они вместе говорили, вместе мыслили, потому что поклонение по-любому готовит дорогу для проповеди. Для проповеди. И когда ты выходишь, и атмосфера уже готова, вы знаете, иногда и проповедовать не надо. Ты просто чувствуешь пророческое слово. Ты начинаешь просто плыть вот в этом помазании. И это есть харизматическое служение. Когда дары Духа Святого начинают действовать. Я так счастлив, что сегодня на наших глазах как-то вот приходит эта гармония, приходит это взаимодействие, что песни рождаются, что репертуар становится доступный. Я считаю, что нам необходимо учитывать, учитывать много, много составляющих. Может быть, об этом мы поговорим на следующем занятии, но в целом, если уже мы пошли в этом направлении, пусть организация и устройство служения, поклонения, оно будет профессиональным, оно будет логичным, и чтобы оно было эффективным. Аминь. Итак, друзья, назидая самих себя. Главный акцент, я ставлю на слово назидан, я хочу, чтобы каждая песня в новом поколении это было как свидетельство, как проповедь, как месседж, который тебя назидает. Который тебя назидает. Я благодарю Бога за то, что так много песен родилось в новом поколении, которые назидают нас. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Когда я слышу это, мы берем чистое Слово Божье, я скажу, чем чище будет звучать Слово Божье в наших песнях, тем больше будет помазания. Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней. Свят Господь Саваоф, рука его не сократила сегодня. Когда сто тысяч людей на стадионе будут петь эту песню, будет слава Божья приходить. в единстве. И когда ты поешь, ты назидаешь. Мне нравятся песни, которые назидают. Кто не убоится и не прославит Тебя, Божий Вседержитель, Твое небо и Твоя земля. Кто не убоится и не прославит Тебя, Божий Вседержитель, все творение прославляет Тебя. Пусть репертуар, содержание песен будет назидательным. Пусть этот месседж строит нас, нашу веру и помогает нам достигать этой большой цели Божьего присутствия. Итак, наш репертуар, наши песни, это есть продукт нашего опыта, познания Господа и голос благодарного сердца. Итак, у нас немного есть времени, давайте, я прочитал песнь Деворы, Девора написала эту песню, эта песня родилась как результат большого чуда и голос благодарного сердца. Спасибо Господь, что Ты дал нам победу над нашими врагами. Песнь Анны, Первое царство 2.1 Первое царство 2.1 Читаем с 27-го Об этом дитя молилась я и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него. Я отдаю Его Господу во все дни жизни Его служить Господу. И поклонилась она там Господу, и молилась Анна и говорила, возрадовалась сердце мое о Господе, вознесся рог мой в Боге моем. Широко разверлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Столько лет не было детей, столько лет она оскорбела, столько лет она на ступенях этого храма изливала свою боль, сколько она слышала оскорблений от священника, ты пьяная, иди вытрезвись от вина своего. И она говорила, я не пьяная, я трезвая, я скорблю, мне нужен ответ от Господа. И смотрите, когда пришел ответ, когда она родила Самуила, Писание говорит, она поклонилась, и сердце ее было, как благодарное сердце, оно было воплощением этой новой песни, Бог вложил в ее сердце эту новую песню, и такой великий псалом, как рождаются хиты, как рождаются вот эти шедевры, они рождаются в недрах благодарного сердца за те чудеса, которые Бог совершил однажды в твоей жизни. Ничего не надо придумывать, надо быть внимательным к Божьим делам, оценивать все, что Бог делает, и благодарить Его, и увековечивать свою хвалу в твоих помазанных хитах, в твоих помазанных псалмах. Песня Анны. Ее невозможно читать равнодушно. Сколько прошло уже тысячелетий, а на этой песне все еще пребывает это мощное помазание. Амин. Потому что дела Божьи, они не исчезают, они пребывают во веки веков. Следующая песня, это песня Давида, Второе царство, 22. Смотрите, Второе царство, 22. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула. И сказал, Господь твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог, спасение моего, ограждение мое, и убежище мое, спаситель мой, от бед всех ты избавил меня. Рождалась песня в тот день, когда Бог избавил Давида от всех его врагов. Давайте быть внимательны, что Бог делает в нашей жизни, и когда совершается какое чудо, давайте поклоняться и славить его этими новыми песнями. Амин. Следующая песня, это песня Мариам, Исход 15. Исход 15. 30 стих предыдущей главы. И избавил Господь в день тот израильтян от рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили, посмотрите, это как стандарт, какое-то чудо совершается. И люди, видя это, поклоняются и Бог вкладывает в сердца и в уста эту новую песню хвалы нашему Богу. Бог говорит, удалите от меня шум песней ваших, в котором нет свидетельства о моих чудесах, в которой нет благодарности, чистых сердец. Я хочу слышать чистые сердца, полные благодарности за то, что я совершаю в вашей жизни. Это есть Боговедение. Видеть чудеса, оценивать эти чудеса, поклоняться и благодарить. Посмотрите, Марьям воспела Господу и сказала, пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой и я прославляю Его, Бог Отца моего, я превознесу Его, Господь муж брани, и Иегова имя Ему, колесницы фараона и войска Его, вернул он в море, и избранные военачальники Его потонули в Черном море. Нам ничего не надо сочинять, нам нужно свидетельствовать, нам нужно увековечить Божьи дела и сказать, Бог, все, что ты делал в моей жизни, превратится в предмет моей благодарности и хвалы, кем бы ты ни был, Мариам, это не такой уж великий лидер прославления, Девора, уж не такой он лидер прославления, но если ты благодарный, если ты любишь Господа, если ты познаешь эту истину, Боговедение станет недрами твоего профессионального поклонения и прославления, следующая песня Моисея Откровения 15-3 Откровения 15-3 Я считаю, что эта песня является совокупностью всех гимнов победителей. послушайте, это картина будущего. И увидел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божьего. Девора, Мариам, Анна, Моисей, Давид. Разные эпохи, разные исторические отрезки, но всех их объединяет то, что они возжелали Бога видения, они возжелали познания Его. В своей жизни они видели эту победу, и каждый раз, когда совершалась эта победа, рождались эти потрясающие шедевры. Можете себе представить, Иоанн видел море стеклянное, как будто сцена, подиум, смешанное с огнем, которое переливается, и на этой сцене стоят победители всех времен, стоят те, кто победили зверя, кто победили антихриста, те, которые победили всех Божьих врагов, и они держат свою арфу, они держат свои гусли, друзья мои, то служение, которое мы с вами несем, это вечное служение. На небе не будет евангелизма, потому что там нет грешников. На небе не будет служения освобождения, потому что там нет бесов. На небе не будет служения реабилитационных центров, потому что там не будет алкоголиков и наркоманов. Единственное служение, которое останется во веки веков. Это служение, поклонение. Мы будем поклоняться Ему во веки веков. Вот почему Бог так ценит, Бог так серьезно относится к тому служению, которое ты несешь и которое несу я. И Он говорит, я хочу Бога в ведении, я хочу ближе знать Тебя, я хочу, чтобы Ты знал ближе меня. Я не хочу видеть игру. Я не хочу видеть здесь дешевый маскарад. Я хочу видеть честность. Я хочу видеть искренность. Я хочу видеть славу и познание великого Господа. На этой сцене стоят победители разных эпох. Стоит тот, кто был в Ветхом Завете и в Новом. И они держат гусли Божьи. И поют они песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца. Посмотрите, здесь встретились эпохи. Здесь встретились поклонники всех исторических эпох. Ветхого Завета Моисей и Агнец Божий Нового Завета. Я бы так хотел, чтобы на этой сцене было место и для тебя, и для меня, потому что это привилегия победителей. Бог сегодня каждого из вас рассматривает, как победителя. Не сдавайся, не уходи, не продайся, останься веренным своему Господу, полюби Его всем сердцем, всей душой и всей крепостью своей. Скажи вместе с Павлом, ради превосходства познания Христа Божия я все почел читаю. Я верю, что помазание здесь работает. Я верю, что Бог работает с нашими сердцами, и Он хочет обнять нас, Он хочет приблизить к себе и еще так много рассказать о себе. Пусть эта фраза засядет глубоко в наше сердце. Я хочу богофетиня. Я хочу, чтобы Ты познал меня. Я хочу открыть Тебе красоту и богатство моего царства, потому что это вечное служение. Оно звучит здесь и перед престолом Агнца мы с вами будем видеть тьмы тем, толпы народа, которые никто не сможет посчитать. И все эти люди, они будут стоять перед престолом и поклоняться. И все свои венцы, и все свои диадемы, все свои заслуги мы сложим перед престолом Агнца Божьего и будем петь эту песню, говоря, великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един и свят. Все народы придут и плаклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои. Это очень ответственно песне победителей. Давайте закроем глаза и попросим, чтобы Господь накрыл нас, чтобы Господь приблизился к нам, чтобы Господь исцелил наше служение. Господь, пусть наши песни нравятся Тебе, пусть наше служение будет благоприятное Тебе. Мы просим Тебя, Господь, не закрывай своих глаз, когда мы приходим к Тебе, не закрывай своих ушей, когда мы обращаемся к Тебе. Мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим, чтобы рождались эти помазанные песни победителей. Мы хотим видеть, Господь, славу Твою, когда поклонники выходят на сцену. Пусть каждый поклонник будет человеком святилища, пусть у каждого из нас будет глубокий опыт. Пусть каждый из нас возлюбит Тебя, познает Тебя, совокупляется с Тобой, наслаждается в Тебе и рождает в этом мире шедевры, жемчужины, бриллианты, эти хиты, которым тысячи людей могли исполнять во славу Твою. Господи, Божий Вседержитель, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей мудрости, научи нас поклоняться Тебе, научи нас быть честными и самокритичными, я благословляю каждого лидера, я благословляю каждого служителя, я прошу Тебя, дай нам возлюбить присутствие Твое, дай нам возлюбить помазание Твое, дай нам возлюбить Тебя, как никогда раньше, исправь все наши кривизны, пусть все горы понизятся, пусть все долины наполнятся, пусть все кривизны исправятся, и доузрит всякое плоть спасения Твое, прикоснись сейчас к каждому жаждущему сердцу, я прошу Тебя за тех, кто сегодня смотрит нас вонлайне, пройди в те аудитории, в те кабинеты, в те дома, в которых сегодня люди слышат это слово, о Боже вседержитель, я прошу, пусть помазание Твое прольется, пусть церкви увидят славу Твою, пусть люди видят могущество Твое, авторитет и царство приходящее в силе, объедини нас, подними армию настоящих левитов, поклонников, пусть Кинья возвращается в Израиль, пусть Ковчег возвращается в народ Твой, подними этих победителей, поставь их вместе, поставь их рядом, восстанови скинь у Давида, пусть Господь самые крупные стадионы станут ареной поклонения великому и живому Богу, Глори, кэмур я сэту ланя рата, кэрми кэмур я сом рана мэрэйя, кэрэм аммалэро мандом ласам рам мандэлэя, глор, глор, кэрми пээс ·мэта ланя мэра мэрэь, рэел, ман лэй, плэм пам ам po' мэрэй, глор, гэрээлэй, дээй. Глор, мэрээн, мэрэй, 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 О, Рамешамаме, О, Рамешаналалей, О, Имамалесо, Аллелюя. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Halleluja 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 Аллилуйя 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 Господь, не оставь равнодушным ни одного человека О Господь, трансформируй наше служение Поднимай нас на высоты О, вводи нас в освятилище Меняй наши мозги Меняй наше сердце Меняй, Господь, наше служение Пусть вся религия умрет Пусть все лишнее уйдет Пусть все преграды разрушатся О, Дух Святой Да будет полная свобода тебе Пусть все преграды разрушатся Как естественный опыт в сверхъестественном Стань для нас еще ближе Стань еще роднее Стань для нас, Господь, понятнее О, Дух Святой Дух Святой, благодарим тебя Благодарим тебя за сегодняшний семинар Благодарим тебя за то, что ты был здесь За то, что ты учил нас За то, что ты поднимал нас За то, что ты влюблял нас в себя За то, что ты отрывал нас от земли И приближал нас к небесам О, халллюя! О, кто не убоится И не прославит тебя О, Боже Вседержитель Пусть все творение Прославит И превознесет Твое святое И великое имя И весь Божий народ сказал Амэн Воздайте ему славу Халллюйя! Халллюя! Халллюя! Присаживайтесь, друзья Я в прошлый раз обещал, что мы Для вас приготовим Вот эти Диски с Некоторыми Глубокими, молитвенными Медитационными Музыкальными кусками Этот диск Я слушаю уже несколько дней Всего в машине Я вам скажу, что вы переживаете Большое благословение Когда останетесь один на один Дух Святой будет глубоко приходить Несколько лет назад у нас В Днепропетровске была Конференция Пришел такой Дух Святой Мы все лежали там Мы не могли ничего делать Кроме того, чтобы Ощущать Его приятное Благословенное присутствие Дух Святой использовал руки Музыкантов Там звучали небесные Мелодии Там звучало что-то особенное Это не студийная Запись Это был лайф Но я считаю, что Там качества Достаточно хватает Для того, чтобы Прикоснуться к этому Помазанию Чтобы Увидеть Те направления В которые мы должны двигаться Пожалуйста Михаил Пожалуйста, ты можешь Мы сделали где-то 120 Дисков Пожалуйста, раздайте Если есть Пожалуйста, парни, давайте Это будет большое благословение Для нас Я думаю, что мы И впредь Когда Приходит Бог Когда Дух Святой Нас Пропитывает И пронизывает До последней фибры Нашей души Мы будем коллекционировать Мы будем собирать Эти важные Музыкальные Вещи Это нас назидает Это нам помогает Я благодарю всех вас, друзья Я люблю вас И готов дальше делиться Всем тем Что в моем сердце Что удалось Познать за эти годы И мы Глубоко убеждены Поднимется Армия Настоящих поклонников И слава Божья Опустится на наши города И покроет Нашу землю Во имя Иисуса Христа Спасибо, что вы были с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова